Подорожание металла, топлива и строительных материалов – это главные причины, которые привели к росту цен на жильё. Эксперт в области недвижимости Штефан Репещук говорит, что в таких условиях у граждан, желающих купить недвижимость, сейчас есть два варианта, которые помогут им сэкономить. Это ипотечный кредит или инвестирование в строительство жилого дома. В пандемию цены выросли из-за логистики, выросли цены из-за подорожания металла, из-за того, что постепенно подорожало топливо. В пандемии оно стоило 10-12 леев, а сейчас 27. То есть в большей степени цены выросли из-за подорожания себестоимости строительства одного квадратного метра квартиры. Плюс, если мы говорим о квартирах с ремонтом, то материалы для ремонта тоже подорожали на 50%. Рост цен на рынке недвижимости привёл к тому, что снизилось число строительных объектов. Если говорить о строительстве в городе, особенно на главных улицах, уже 3-4 года, как мы редко встречаем новые проекты. Если говорить о 2020-2021 годах, большинство топовых компаний на рынке строительства ушли и построили несколько комплексов в Аргееве, построили в пригородах комплексы с маленькими домами, а также танхаусы. Потому что с началом пандемии спрос на них очень вырос, а сейчас крупные компании сконцентрированы на строительстве больших комплексов на 10, 15, 30 гектаров с собственной инфраструктурой, школами и детсадами. Эксперт в области недвижимости говорит, что в году есть два периода, когда покупка квартиры может быть выгодна. Это такие месяцы, как октябрь, ноябрь и февраль, март. Почему? Потому что в эти месяцы, как правило, мало покупателей на рынке, на улице пасмурно, и это всё-таки влияет психологически на людей. В этот период у нас меньше клиентов, которые приходят смотреть квартиры. Собственники это понимают, и они легче могут уступить 10-15 процентов, в зависимости от того, насколько быстро им нужно продать. Кроме того, по мнению эксперта, заключение ипотечного кредита и инвестирование в строящийся объект может стать решением, которое может сэкономить средства. Нужно отметить, что ипотечные кредиты очень сильно подорожали с тех пор, как началась война на Украине. Но в то же время в декабре снизились процентные ставки. Было объявлено, что в июне они снизятся практически с 15 до 11,5 процентов в леях. Те, кто инвестируют в строительство, понятно, что рискуют. Поэтому первая рекомендация клиентам – выбрать одну из 4-5 топовых компаний на рынке, потому что у них есть капитал, позволяющий завершить проект. Ведь самый большой страх заключается в том, что дом не будет сдан в эксплуатацию. Во-первых, я бы порекомендовал клиентам сделать минимальный первый взнос, например, 15 тысяч евро, а потом раз в 3-6 месяцев доплачивать еще 2-3 тысячи евро и таким образом понимать, что строительство продвигается. Согласно данным агентства Госуслуг, в 2022 году в Республике Молдова было продано 19 653 квартиры. А с начала этого года и до 1 мая 2023 года было продано 4889. В Кишиневе в 2022 году было продано 14 429 квартир, а в 2023 по 1 мая – 2835 квартир. Квадратный метр жилья в новостройке в белом варианте сейчас продается по 1000-1100 евро. Квартиры с ремонтом стоят 1500 евро за метр, что является психологическим барьером.